Всем привет, мои дорогие! Ну что, выбрала я время в последний свой второй выходной? В планах у меня записать сегодня несколько видео, хотя бы два. Итак, давайте поговорим про ароматы, которые я выгуливала за весь уже прошедший март месяц. Раньше я снимала по 10 дней, но сейчас у меня нет столько времени, поэтому будет за месяц. Поэтому будет ароматов много. Возможно, это даже... Что сейчас? Былымнуло? Свет. Возможно, это даже лучше, да? Будет, может быть, чуть-чуть более длинное видео ароматов, чуть-чуть больше. Итак, те ароматы, которые, ну, по всей видимости, были у меня в использовании в последнюю неделю, я только что достала в сумочке. И здесь было два аромата от фирмы Шейк за последнюю неделю. Это Шейк под номером 303. Это аналог на Бакара Руж, версии экстракт, эликсир. В общем, темно-такой бордовый флакон. У меня про него спрашивали на работе, что за аромат. И, в общем, я говорю, это турецкий бренд, как бы такая аналоговая парфюмерия, да? И это, ну, такой экстракт. Мне сказали, ну, ощущается, что экстракт. Мне очень нравится. Сладенько, вкусненько, клубнично, густо, но с лёгкой-лёгкой медициной. То есть здесь медицины меньше, чем просто в Бакара Руж от Франциск Юргджан. Ну, мы не про оригинал, мы вообще, в принципе, про шейки, потому что и та, и эта версия у меня есть. И я думаю, что, я не знаю, если я сношу вот эти 10 миллилитров, я ещё десяточку точно себе возьму. А вот насчёт тех 20 миллилитров я не знаю. Возможно, я их кому-нибудь подарю просто. Итак, ладно, про второй шейк. Это был аналог на Наркосис Вертус, по-моему. Тоже довольно странный. Кисло-сладко, кисло-зелёно, зелёно-клубничный тоже немножечко аромат. Он похож на... Вот он такой модный. Он в духе Бакара Руж, в духе Кирки, даже больше Кирки. Он тоже довольно мускусный, мускус своеобразный. Это очень яркий, очень такой громкий, сбивающий с ног аромат. Но мне он безумно-безумно нравится. Если выбирать из всех там Бакара Руж, Кирки, Андромеда и всего вот этого вот, то Наркосис Вертус – это то, что мне нравится, то, что мне больше всего подходит. Но, конечно же, на каждый день, я не знаю, я бы, наверное, устала от этого аромата. Но, в общем, он класснючий, кисло-зелёный, необычайный аромат. То есть это действительно аналог на нишу. Звучит он как нишевый аромат, что-то безумно интересное, ни на что не похожее. И очень-очень такое вот прям запоминающееся. Итак, что это? Это Эйвен Пурбланк Блаш. Ну да, я уже вспоминаю. Просто у меня есть зелёненькая Пурбланка, у меня есть розовая. Ну вот эта вот не очень такая кремовая, горденьевая. Вот эта вот. И вот эта Пурбланка. Я помню, она мне так нравилась. Мне даже присылали её в подарок. По-моему, Маруся мне присылала в подарок. Да, спасибо. Стоит она у меня в запасиках. И этот аромат был для меня пудровый. Такой ягодно-пудровый. Такой шикарный. То ли время сейчас неподходящее, я не понимаю. Он как-то больше кремовый всё-таки стал. Нет той самой дикой пудры. То ли я не про этот аромат думаю. Вот я теперь вспоминаю, какие Пурбланки у меня есть. И почему с этой парфюмкой вот как-то так произошло. То есть он не испортился. Нет, с ним всё хорошо. Но моё восприятие, что ли, немножечко поменялось. И... Today. Как-то заглядываю я в свой шкаф. И думаю, да что же мне так прям выгулить. А я как всегда опаздывала. Поэтому я вот видела вот прям, знаете, напротив меня стоящий аромат Today от Avon. И решила возьму. Вот шикарный парфюм. Я, по-моему, снимала видео на Boost. Ехала на работу. Я рассуждала по этому поводу. Потому что, ну, надо же, так иногда популярность портит ароматы. Такой узнаваемый. Просто избитый. И почему-то все взрослые женщины его всю жизнь носили. И почему-то он не воспринимается как возрастной аромат. Но если откинуть все предрассудки. Это шикарный, белоцветочный, густой, красивенный аромат. Я не знаю, это восторг. Просто восторг. Пользовалась один день. Микропшик, чтобы я чуть-чуть ощущала. Но с этим ароматом происходит так. Мне даже, если его и нравится ощущать, я не хочу, чтобы от меня его слышали люди. Это целых 50 миллилитров. В общем, поиграюсь, если надоест, то дам маме. Потому что для мамы это number one вообще. Самый любимый, самый лучший аромат. Я ей недавно покупала полтинничек. И что-то решила потом себе тут же, знаете, заказала через пару дней. Вот как я ей уже получила. Отвезла аромат. Через пару дней заказала себе аромат. Я его купила, честно признаться, что-то рублей за 650. Ну, в общем, не до 700. Поэтому круть. Просто круть. Полтинник. Итак, едем дальше. Фаберлик Футурия. Яркий, мощный. Резко пудровый. Пудра вот не нежная, а она резкая. Она, знаете, как будто бы с перцем, что ли, пудра. Но там нет перца, но вот ощущение. Или есть, я не знаю. На мою нос нет именно перечности. Но вот что-то такое резкое, дико пудровое. В помещении просто вот эта пудра такая вот странная, но безумно красивая. Очень стойкий, очень шлейфовый аромат. В мороз раскрывается какими-то даже сладкими ягодками. Очень интересный. Вообще шедевр от Фаберлик. Честно вам скажу, просто шедевр от Фаберлик. Обожаю. Носила. Но я думаю, что я его уже буду убирать подальше. Потому что на лето, ну, как мне кажется, не очень. Хотя, может быть, еще попробую весной. Как он? Зефир. Знаете, я его дома носила. И вчера буквально, кстати, надевала его дома. Очень мягенький, очень сладенький, очень вкусненький. Лимонные конфетки. Взбитые сливки с лимона. Вот так. То есть этот аромат же не прохладный, не именно такой цитрусовый. Да, есть в нем лимон, но есть вот эта вот мягкость, сладость. Взбитых сливок даже, я бы сказала. В общем, мне не нравится упаковка. Мне не нравится в целом вообще оформление. Крышка эта дурацкая, но неплохо. Куда-то на выход он простоват для меня. Но дома, да, я им пользуюсь. Достала от Фаберлик я свой любименький Энтемпорель. Тоже необычный аромат. Очень красиво его сняли, по-моему, да? Что там, цветок сливы или... А нет, цвет персика, по-моему. Цветок персика здесь есть. Возможно, даже и слива есть. Аромат мягкий. Аромат пушистой. Пушистое белое облачко. Очень шлейфовый при этом. Но, чтобы вы понимали, шлейф не убийственный, а вот что-то такое приятное, нежное. Это как бы и не про фрукты, это как бы и не про цветы. Это вот вообще что-то такое абстрактное, что-то непонятное для меня. Но очень-очень приятное. Кстати, этот аромат на мне как-то муж комплиментил. Именно весна была, да. Возможно, я его оставлю. Ну, посмотрю. Потому что вот сейчас вот у нас снега закончились. Снова солнце. 19 градусов. Очень-очень солнечно. Я думаю, что именно на эту погоду он будет просто шедеврален. Ну, так как было и более прохладно, да, и более тепло. Когда было более прохладно, я помню, несколько дней я использовала Фрэнк Оливер. Здесь, кстати, тоже, по-моему, есть слива, которую я не ощущаю. Слива и персик, по-моему, тоже. Очень много цветов. Я ощущаю только цветы. Аромат, конечно же, 90-х. 90-х, школа 90-х. Аромат очень мощный. Цветы даже, знаете, такие какие-то резкие. Ну, вот это не одеколон, да, чтобы понимали. Ну, вот что-то такое прям резкое. Но я помню, что я влюбилась в этот аромат, когда я услышала его на девушке. С диффузностью, со стойкостью. Вообще просто потрясающе. В общем, купила на Валберес. Наверное, в прошлом году очень дешево. У меня 25 миллилитров. Я думаю, мне хватит просто теперь точно насовсем. Вот, возможно, еще что-нибудь от Фрэнк Оливер посмотрю. Я не уверена, что все остальные ароматы, которые вот более или менее новинки, да, там за последние, там, я не знаю, даже 5-10 лет выпущены, имеют такую стойкость, такой шлейф. Но посмотрю, что есть. Ну, то есть я знаю, что есть, в принципе, да, все как бы так, я видела. Но присмотрюсь, возможно, что-то прямо и приобрету. Итак, еще один аромат от Арифлейм у меня был в более прохладное время. Это Love Potion. Классический Love Potion. Такой шоколад. Имбирь в старте щекочет носик. Густо, вкусно, цветочно, мощно шоколадно. Для меня это не супер согревающий аромат, но все-таки на прохладное время года и пару раз пользовалась. Он не является моим супер любимчиком, но могу отметить, что, в принципе, мне компания Арифлейм достаточно нравится. Аромат на прохладу, но все-таки свежий аромат. Это Faberlic Sourbet Jolie. Такой вот он зелененький. Он у меня есть тоже в запасах. Все остальные ароматы от этой линейки так себе. Хотя у меня есть и розовый, и голубой. Обыкновенный. Вот этот, конечно, мне очень нравится. Мне нравится вот эта зелень. Мне нравится пластик, который вяжет. Я не знаю, как это объяснить. Это тупо пластиковый аромат. С кислинкой, что ли. Что вот может так вязкость такую давать, да? Это абсолютно химозный аромат, по сути. Но он мне так нравится, просто не передать. Особенно в прохладу. Выгуливала два брата-акробата The Dick Walter This Hair. И выгуливала Mont Blanc Signature. Ну, Signature более мягкий, более такой... Да, есть в нем немного перечности, но и такая вот кокосовая нега. Знаете? Нежность, молочность, кокос. Мягкость, очень красивый аромат. И, конечно же, The Dick Walter This Hair. Это тот аромат, который я вообще хотела, любила, мечтала. Этот дороже, этот дешевле. И блогеры говорили, что они похожи. Они действительно похожи. Но, опять же, если вы хотите именно этот аромат, покупайте именно этот аромат. Хотя этот тоже прекрасен. Я не пожалела, что я его купила. Ну, в общем, купила сначала этот, потому что дешевле. Но не смогла себе отказать в хотелке. И все-таки The Dick Walter тоже ко мне приехал в тестере. И в целых 100 миллилитрах. Посмотрите, какая бутылка. Обожаю. Здесь, конечно, перец ярче. Перец более колкий, жесткий. Его много. То есть здесь больше мягкости, сливочности. А здесь больше перчёности. И где-то там далеко есть нежность. Такая вот тоже лактонность. Вот это вот мороженое. Вот говорят, что этот аромат сравнивают с мороженое пломбир, кусочек беленький такой. Но это очень-очень перечный аромат. Он очень стойкий. Он очень шлейфовый. И он всё-таки отражает, мне кажется, меня и мой характер. То есть, может быть, где-то там внутри далеко и что-то есть доброе. Но такой шквал и мощь резкости, да, перечности не каждый выдержит. В общем, я его прям выгуливала. И тут, посмотрите, все без коробок. А вот эти почему-то два у меня прям в коробочках. Интересно. Дальше. Я всё никак не сниму видео покупки с рандеву. В двух словах покажу. Ну, как бы это вообще начиналось из того, что мне нужно было разносить аромат, а потом уже снимать видеоролик, да, на рандеву. Ну, и, в общем, это Сальвадора Феррагамма с Сигнорина Мистериоза. Почульно-ежевичный парфюм. Какая-то, знаете, даже зелёный листик, может быть, от ежевички и лёгкая такая вот цитрусовая нотка появилась. В более прохладное, да, в более прохладное время года этого нет. В более почульный. Ну, возможно, это просто уже, знаете, с крышки давно им не пользовалось. Он неплох. Ох, я не могу сказать, что этот аромат имеет дикую стойкость, но он вообще классный. То есть, по оценнику соточка круто. Я люблю вот эти вот фручули все. Мне нравится этот флакон чёрный. Мне нравится этот бантик потрясающий. Ну, круто же. Дальше я выгуливала аромат Нина Ричи яблочко в туалетной воде. Это тоже моя давняя-давняя хотелка. Это и про яблоко, это и про зелень. Здесь тоже что-то то ли горчит, то ли перчит, то ли зелень такая терпкая. Она как будто бы, ну, не вяжет терпкость. Такая вот именно терпкость, да. Да, наверное, это зелень терпкая. Ну, что ещё там может такое давать? И этот аромат, конечно, я покупала по... Тестировав его уже, и я понимала, что я безумно его хочу. Это, по-моему, целых 90 миллилитров, если мне не изменяет. 80, это полная версия, самый большой объём. В общем, любила, хотела, мечтала. И, конечно же, пожалуйста. Да, старичок, да, как бы такой вот, знаете, избитый. Но если вам нравится, пожалуйста, покупайте. Почему бы и нет? Это сегодня я смотрела, по-моему, видеоролик. Купер Ани. Она уехала в Италию. И, значит, в Дьюти Фри она снимала ароматы. И она показывает на стенд, где стоит Light Blue. И смеётся и говорит, боже мой, они всё пытаются продать этот Light Blue. А я хочу себе на весну. И у меня было такое, что я за последние полгода как будто бы два раза его где-то около себя слышу. Знаете, как будто бы такие глюки лёгкие у меня появляются. И я понимаю, что мой мозг вот настолько чётко его помнит. В своё время вся молодость у меня была только с этим ароматом. Я брала всегда сотки, носила их в сумке, вот эту вот сотку. Мои подружки всегда смеялись и говорили, ты всё с этим баллоном таскаешься, да? Ну, баллон – это трёхлитровая банка. Это у нас в Ростове, говорят, баллон. Вот, значит, я понимаю, что много-много лет спустя мой мозг вообще идеально помнит. И мне прям напоминает об этом аромате. Я его однозначно буду брать. А кто-то смеётся, да? Ой, типа столько новых ароматов, а вы всё об этом. Но если вы любите, то, конечно, берите, господи. Итак, давайте закончим люксом. Нина Ричи снова Ричи-Ричи Рибонг, Дэнсинг Рибонг. Дико почульный аромат. Я его покупала без затеста. Ну, вообще красивый флакон. Вот этот бантик, вот эта вот повязочка, да, ленточка. Ну, супер. Он, конечно, такой немножечко, почульки такие подвальные здесь. Он такой немножечко готический. Ну, такой, да, на тусовочку, я бы сказала. Ну, пользовалась. Прохладное время года, да. Сейчас, я думаю, что всё-таки он плюс девятнадцать, плюс двадцать уже не подойдёт. Когда носила куртку, когда носила кожаную косуху белую, я решила воспользоваться правдой. Кирвин Клайн Тру, естественно, переводится как «правда», потому что это всё про зелень, про болото, про какие-то такие вот вода такая, знаете. Кстати, лилия, кстати. Муж говорит, очень пахнет лилиями. Он меня часто дарит почему-то лилии. Почему-то. То, типа, они долго стоят там, то, сё. И последние лилии, которые он мне подарил на восьмой марта, кстати, они у нас долго стояли, и они невероятно сильно пахли. Это хорошо, что как бы у нас зал большой. Я не знаю, сколько квадратов. Ну, как бы в зале-то не спим, да. Но даже в прихожую, когда ты заходишь в дом, ощущение вот сразу бьёт нос вот эти лилии. Ну, в спальне как бы их не было, то есть спала я нормально, всё хорошо. Но это действительно лилии. И вот эта вот вода немножечко, что ли, какая-то такая чуть-чуть застоялая, да. И вот что-то такое есть в этом аромате. И зелени свежести, и вот лилии, и вот эта вот вода, всё вместе. Но по итогу в шлейфе он немножечко пахнет мне кожей. С кожаными нотами я совершенно не дружу в парфюмерии. Я поняла, что вот это, это то, что мне подходит. И под косуху а-ля кожа я использовала вот этот аромат Calvin Klein True. Причём этот аромат я покупала с рук, благодаря подписчице, она мне помогла. Нашла, как бы выкупила и прислала его мне. Вот, значит, я не знаю, какого года вообще, в принципе, выпуска. Я думаю, что он какой-то такой уже старичок. Потому что мужа я покупала, я вот буду следующее видео снимать, аромат от Calvin Klein, он вообще не стойкий. И хотя уже, ну, месяца три прошло, он как бы не настоялся пока ещё. А этот аромат довольно стойкий и шлейфовый. Так, носила я, конечно же, ещё один аромат от Shake. Это аналог на Bayreda Blanche под номером 324, аромат стирального порошка. Кому-то он пахнет стиральным порошком, кому-то нет, потому что я начала прям конкретно спрашивать. Кому-то он пахнет немного цитрусом даже. Супругу моему он не пахнет абсолютно порошковостью. Он говорит, что он пахнет просто чистотой и какой-то свежестью. Что свои вот эти вот волосюшки. В общем, обалденный, но микродозу. Он настолько яркий и назойливый, что от него может даже стать плохо. Но он очень-очень крутой. Уса, Уса Париж, Туркиш Роуз Личи. Кстати, не только этот аромат-то я использовала. Сейчас я, значит, немножечко поставлю на паузу и пойду ещё возьму другие ароматы. Это такой, знаете, аналог на... На кого? Ну, роза с личием. Ну, господи. Парфюм с де Марли. Делина. Да. На классическую делину. Густой. Дико фруктовый. Очень-очень розный. Розноличевый аромат. Зелени здесь очень-очень мало. Практически нет. У меня в каком-то из других ароматов аналог на тоже вот Делину. У меня где-то есть побольше зелени. А здесь вот он прям такой густой, такой насыщенный. Ну, довольно приятный. И ещё один Арифлейм. Сублим Натур Тонка Бим. Это снятость. Потрясающий аромат. Почули. Нет, бобы тонка. Какие почули? Бобы тонка. Такая, знаете, мягкость, сладость. Ну, тяжёленький, да, такой аромат. Ну, бобы тонка. И какой-то водный аккорд от... Такой свежий бриз, морской аккорд от мужского парфюма. И всё это вместе звучит настолько стильно, так красиво, шлейфово. Потрясающий аромат снят, я его берегу. Не всё вот это я израсходовала. Я его немножечко даже, буквально 3 миллилитрика, может быть, 5, ну, наверное, 3, а может и 5, да. Я отпшикивала просто. Вот. Ну, вообще аромат потрясающий. Я думаю, что я сниму следующее видео, сделаю такую подборочку тех ароматов, которые я бы хотела носить в апреле месяце. Ну, а в общем, потом буду уже добавлять то, что добавлю. Потом уже в конце месяца посмотрим, что получилось. Итак, пойду я, значит, за другими ароматами от Уса. А вот и я. Почему цветов не надо? Надо. Хотела бы, думаю, сказать, цветов не надо. Значит, следующий аромат вообще просто произвёл фурор. Это аромат Passion Fruit и Peony. По факту Уса вдохновлялись ароматом на Victoria's Secret Bonshell, но это практически не похоже. Мне здесь очень нравится фруктовость, зелёность и мыльность. То есть, это аромат фруктово-цветочный, очень даже фруктовый. Этот аромат свежий. Это аромат за счёт вот этой вот лёгкой мыльности. Такая, знаете, цветочная даже мыльность. Он даёт чистоту, опрятность. Он такой красивый. Ошлеев. Потрясающий. Обожаю. Он мне прям очень сильно понравился. Вот прям, ну вот, да. И когда было прохладно, я носила ванилу Apricot. Это аромат, который, скажем так, сделан закосом на манталь. Свет ванилу, да, по-моему. Это уже аромат такой мягкий. Ванильный, вкусный, фруктовый. Там, по-моему, абрикос заявлен. Но на мой нос это груша, ваниль. Ваниль сладкая кондитерская. И какая-то пудровость ещё есть такая ванильная. Он, конечно, потрясающий. Он такой нежный. Он такой обволакивающий. Он сладкий. Но для меня вот он, как бы, хорошо тогда, скажем, сильно сладкий. Но не, как называется, попослепательный всё же. В общем, он, ну, он очень красивый. Очень такой прям окутывающий. Я его сейчас уже не буду носить. Я его оставлю уже на более прохладное время года. Ну, а вот, кстати говоря, Пэйшн Фрут и Пиони. Да, я думаю, что этот аромат будет со мной и весну, и даже тем более лето. Потому что, ну, он очень красивый, правда. Вот такие вот ещё два аромата. Помимо, помимо вот этого Уса. То есть я прям носила четыре. Значит, приехали ко мне четыре аромата. Наносила я вот прям так. Прям хорошенечко. Я носила три аромата от уса. Слушайте, огромное количество ароматов получилось. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, тренадцать, тренинадцать, четыре, στα, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Дин аромат я использовала за тридцать один день. Возможно, ещё что-то так, знаете, там пшикнула и поставила, но вот то, что было, вот вроде как я всё выставляю, и вот наконец-то я сейчас уберу этот бардак у меня, немножечко блогерский такой, да, немножечко уменьшится бардачок. Всё, мои хорошие, давайте с вами прощаться, не будем терять время, мне нужно снимать и снимать и снимать, чтобы вас потом радовать, потому что вы многие мне пишите, а что, на ютубе больше не будет видео, будет, но я человек теперь работающий. Кто не знает, я работаю, я работаю по 12 часов, по идее 5-2, но я сама иногда себе беру, ну как я беру сама себе, получается, выходные, вот сейчас у меня суббота-воскресенье выходное, я начинаю с понедельника, да, следующие выходные у меня будут пятница, суббота, а воскресенье недели, вот, которая будет со следующего дня завтрашнего, вот это воскресенье я уже буду как бы дорабатывать с той недели и пойду на понедельник, вторник, среда, четырех пятница, то есть иногда я 5 дней работаю, 5-2, иногда у меня получается 6 дней, работаю по 12 часов, поэтому это сложно, и, конечно же, мне нужно ещё чем-то заниматься дома и кушать, готовить, и стирку хотя бы закинуть, и посудомойку, и вообще, ну, убрать, поэтому тут такое, вот, так что буду ещё снимать вам сегодня, сейчас переоденусь, знаете, чтобы я хотя бы сама различала, где какое видео, это самое, всё, мои дорогие, до новых встреч, подписывайтесь на Бусти, там я бываю практически каждый день, но вот сейчас выходные, я как бы всё-таки пошла в уборку в дом вчера целый день, облазают руки, потому что, ну, драила, 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 где-то с перчатками, где-то уже без, знаете, так, вот, Брюль, чё ты делаешь? Уже в какой-то пакет залез, что ещё? Ну, в общем, всё, на Бусти подписывайтесь, подписывайтесь на телеграм-канал, до новых встреч, пока-пока!